Добрый день, уважаемые поэты. Глубное санкручивание санкручивания на всеми окна на основе. Это положительное санкручивание санкручивания Минкутырел и ЧМИЦИ. Наша презентация расселяется на 6 сетях. Среди следующих слайд, пожалуйста. Общие свечения о нашей станции. Санкручивание санкручивания Минкутырел и ЧМИЦИ в связи с поставки ТВС. Поставка комплектующих элементов для изготовления ТВС. Санкручивание санкручивания между сторонами. Передача технологий изготовления ядерного топа. И перспективное санкручивание между сторонами. Общие свечения от Хименска и АЭС. Блоги номер 1-2 сейчас находятся в работе. Блоги 3-4 находятся в процессе сражения. И блоги номер 5-6 тоже находятся в процессе сражения. Блоги номер 7-4 сейчас находятся в процессе планирования. Блоги номер 2 являются значительным проектом санкручивания Минкутаи и России в область сведения ТВС. На первую очередь установлены два энергоблога с реактором Дива ВВ-1000. Их строительство началось в 1999 году. И введены по коммерческую эксплуатацию в мае и в августе в 2007 году соответственно. На этом слайде показана выработка годовая электроэнергии. Синяя линия – это суммарная выработка электроэнергии. А нижняя красная кривая – это выработка годовая электроэнергии, опущенная здесь. В последнем году, в 2015 году, суммарная выработка электроэнергии – 16 из 617 миллиардов киловатт в час. В этом слайде показана продуктность энергоблога в колесене номинально-клоскопе. Процент нарушения количества часов работы блога на опытную мощность и количества часов в ходе – это продуктность энергоблога. Следующий фактор. Оренжик нашей станции в БАЭО АЭС. Полонно слева – это первый блок, вправо – это второй блок. В настоящее время в мире всего 383 энергоблога в мире находится в эксплуатации. Следующий фактор. В настоящее время блога номер 1 и 2 работают безопасно и эффективно. Блога 1 находится в 60-й топливной компанией. Проект на длительность топливной цифры – 398, эффективность суток. Блога 2 находится в 9-й топливной компанией. Проект на длительность – 468, эффективность суток. Следующий фактор. Блог номер 3 и 4 строился на основе объекта в сравнении первой очереди по принципу копирования плюс модернизации и является важным объектом для дальнейшего укрепления солнечных областей энергии между ДНР и ДНР. На блоком 3 и 4 установлены реактор типа ВВР-1000. Российская страна отвечает за приятие ядерного острова, а передача страна отвечает за приятие ядерного острова. 27 сентября 2013 года выполнена вкладка первого бетонного ядерного острова, блога номер 3. А 27 сентября 2013 года вкладка первого бетонного ядерного острова, блога номер 4. Планирование срока строительства одного блога – 62 месяца. Интербанк строительства между двумя блога – 6 месяцев. Справа на этом, знаете, указаны вкладки в ключевые медиа, блога номер 3. В 2016 году, 6 сентября 2016 года, будет холодная обхатка главного контра. 31 марта 2017 года, будет врача обхата в села Фалатоника. А 22 августа 2017 года, будет первая загрузка топлива. Включили здесь, 5 ноября 2017 года. А 20 февраля 2018 года, будет коммерческая эксплуатация третьего года. Блога номер 5-6. Сейчас на блогах номер 5-6 применялся энерго-блог с реактором типа АН-300 тысяч. 27 декабря 2015 года, выполнена вкладка первого бетона на ядерного острова, блога номер 5. А его срок строительства – 60 месяцев. Следующий класс. Площадка «Хименское АЭС» спланирована с учетом обнаружения 8 энерго-блогов миллионников. Освоение новых площадок. Сейчас есть 4 новых объекта в СНС. СНС отвечает за основание и защиту площадок новых объектов. Чемсульский департамент связи ЦНС отвечает за обращение и управление Чемсульским департаментом связи ЦНС. Единое управление новой площадкой АЭС в провинции Чемсуль. Строительство. Вторая часть. Строительство между GPC и ТБО. Сейчас и поставки 5-х молотов. С момента строительства в первую очередь компания ТБО постоянно поставила ТБС на энерго-блоги Чемсульское АЭС, для ваших массажей месячного топливного цикла выставка ТБС на энерго-блоги Чемсульское АЭС. До настоящего времени компанию ТБО поставили на энерго-блоги Чемсульское АЭС. 827 штук ТБС, 295-классеров Пенсус, а 72-классеров СВВ. Компания ТБО поставил, суммарное количество поставки компания ТБО 827 штук. Выгрузка до настоящего момента из реактора 657 штук. Третья часть. Поставка комплектующих алиментов для изготовления ТБС. С 2006 года компания ТБО поставила исходный материал для изготовления ТБС и гайского производства. Поставки на чип ТБС, 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 ТБС-2М. У вас в этой записи перчислены количества комплектующих материалов, партия для ТБС и время поставки. Следующая часть. Четвертая часть. Сотрудничество по техническим услугам между сторонами. Технические услуги по сопровождению эксплуатации ядерного топлива. Сотрудничество по сопровождению топлива в активной зоне. Сотрудничество по сопровождению физиспитания при пусте в лобе после переброски топлива. Сотрудничество по контролю активной зоны и анализу эксплуатации характеристик топлива. Еще специальная работа. Именно работа по переходу на наличие топлива. Вот. Четвертая часть. Именно работа по переходу на наличие топлива. Давай следующий. Следующий. Работа по переходу на наличие топливный цикл. С 2010 года. Компания GMC и компания GM. Планируют осуществлять работу по переходу. Блоков коммерческого пара на наличие топливный цикл. При выполнении данной работы. Получается мероприятие по четверти от государственного фонда. Международного научного технического института. Является еще важным моментом. Компания GMC и компания GMC. Для выполнения данной работы. Компания GMC отвечает за передачу технического института. Поставку. 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 Разработку. Ищет два отсчета технического обоснования. Александр Чепачев. При лицензировании. Отвечена на более 200 вопросов. Ноги конца. В ноябре 2013 года. Получено удовлетворение. По удовлетворению. По удовлетворению. По обоснованию. И переходу на жительные сила. Вот это же просто. С 2011 года. До двух блоков. Теменская райность. Именно место. Ненормальное подчинение. УАРСОС. В процессе испытания. Например. Упадение УАРСОС. До этого основного река. Общий попросил экстремы. УАРСОС не смогла. Полностью погрузиться. В активную зону. Аналогичные сглазы. Понявлялась. И презрбанной годы. И банзет во время рабочих. И много научностей. Основная причина. Длохая жесткость. Консорции УДВС. Разработка. Большое сопротивление. Тренер. При перемещении. Погросящий ОМЕД УАР. Это подтвердил результаты проверки усилий увеличения подращивающих элементов ОАС после сборки реактора. Метод решения – использовать ТВ-сталайм без схода веков. В настоящее время, на то время, во всей активной зоне реактора номер один загружено ТВ-сталайм. В активной зоне второго блока СЁП осталось 33 НТВ-сталайм. В октябре 2016 года хранируется заменить все НТВ-сталайм на ТВ-сталайм. В 2010 году в активной зоне первого блока ТВ-сталайм загружены 6 НТВ-сталайм. В дальнейшем при активной ТВ-сталайм произведено измерение дипломазии ТВ-сталайм и УТВ-сталайм. Проведен статический анализ состояния дипломазии ТВ-сталайм, обработавший один номер тренировок. Результат анализа показал, что дипломазия ТВ-сталайм уничтожилась на одну третью. И проведу анализ результата принципиально на проверку потеневого ресурса в активную зону при оперативных обманах. При загрузке одну третью зону ТВ-сталайм уничтожилась потеневого ресурса. Основной причиной улучшения ТВ-сталайм не соответствует типу и высоте решетов, что приведет к увеличению термазии ТВ-сталайм. А при заполнении двух третьих активных зону ТВ-сталайм падение ОАЭСУС улучшилось. Процессы перехода в блоков университета в отличный итог на цикл. Получены предварительно положительные результаты. Экономическая эффективность повышена. Коэффициент готовности в блоков повышен. Их характеристик ТВ-сталайм уничтожения. Продолжительность переходного отопления цикла в том числе 4-6 часа в восемь суток. На этапе строительства блоков номер 34 уничтожена закрость ТВ-сталайм при первом запросе. И промерутся начало переходного отопления цикла со третьей компании. Компании от ТВ-сталайм и Джиндиси подписали контракт на Агастане-Усту по техническому обоснованию. И сейчас работают по табутанным контрактам. Вятое счастье. Ввертача технологий из статопильной ядерной амортовки. Это церковные склады И-110. В марте 2010 года получен сертификат для маршрутной технологии А. А в четверре 2011 года получен сертификат для маршрутной технологии ПЭТ. И в конце концов получена эссенция на производство сертификат для маршрутной амортовки. Передача технологий исправления УТВС. В 1997 году подписан контракт о передаче технологий производства. В октябре 2010 года первая партнер А. 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 Успешно признать новостковую приемку, что доказывает название технологий производства УТВС. Следующее написание. Вертача технологий производства УТВС в аварии. В октябре 2010 года на предчатке УТВС КАЭС Президент компании РПЭО господин А. 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 Подписал контракт на передачу технологий производства УТВС в аварии. В ноябре 2013 года УТВС в аварии и государство производства прошли окончательную квалификацию, что показывает успешную передачу технологий изготовления УТВС в аварии. Компания ТВЭО представлена в поддержку передачи технологий изготовления УТВС в аварии китайской стране. При всемирной поддержке и инструктировании УТВС ТВЭО завод «Ибинский завод» успешно завершил модификацию производства владения УТВС в аварии и успешно оплатил технологии изготовления УТВС в аварии. Всего 31 человек в месяц. По документации. Гердал в «Ибинском заводе» технических документов по представлению ветеродоплика в количестве 772 экземплята. По оборудованию. По справе своих специалистов для инструкции «Ибинского завода» в работе и инструкции производства «Ибинского завода» предоставлю ценные замечания и предположения. по продуктам организован специалистов для определения пригодности 4 ТВС производства «Ибинского завода». До сих пор 126 ТВС товаров «Ибинского производства» эксплуатировался на блогах «Ибинская АЭС» и мест «Ибинского завода». Следующее. Внедрение оборудования нерадрушающего кириллого контроля. В компоненте «ВЭЛ» поставили в «Ибинском заводе» передовое оборудование нерадрушающего кириллого контроля ТВС оболочек ТВС. Осуществление 100% нерадрушающего кириллого контроля ТВС вместо выбросенных проверок с оборудованием оборудования 120 штук. Значительное повышение эффективности грустности контроля, повышение эффективности производства и снижение потери производства. Одновременно это создало очень важную роль в обеспечении бесплатной эксплуатации реакторов. Свет в гостях. Производится бенч-паркинг. Преодоление технических трудностей. Компания «ВЭЛ» передала «Ибинском заводе» оборудование по изобретению ТВС, что способствовало повредительному повышению качества ТВС китайского производства. Обеспечили безопасную и надежную эксплуатацию на полный мощный ТВС. В 2011 году генгазский «Ибинского завода» посвящили «Домбану ТВС» для участия в обращении технологии и производства ТВС в течение двух месяцев. «Домбану ТВС» — в генгазский «Ибинского завода» для участия в обращении транспорта «Ибинского завода». В 2014 году «Ибинское завода» посвящено «Ибинского завода». «Ибинского завода» посвящено «Ибинского завода». а специалисты гаммадотериям дали достаточное осознение инсультажа. Кроме того, пинчмакин имел значительное повышение качества посварки ДВС по качеству пакетного центра и по качеству внешнего вида ДВС вязковый способ. Следующий раз. Шестая часть. Перспективное сотрудничество между сторонами. Сотрудничество по предыдущим причинам. Продолжение, углубление сотрудничества подлости поставки для церкового топлива в комплектующих алиментах для Гл. 1, 2, 3, 4. Обязание чекнической поделки при проведении физинспиталов во время ГМР и ввода в эксплуатацию Гл. 1, 2, 3, 4. Продолжение сотрудничества в работе по умерхозу на увеличение Гл. 1, 3, 4. Обязание поделки при проведении топлива в активном зоне и эксплуатации Гл. 1, 2, 3, 4. Тандосрочное сотрудничество. Вечение нового топлива ТВС-4. Техническое сотрудничество по повышению мощности Гл. 1, 2, 3, 4. Сотрудничество по предспуску сирпониями и материалами. Сотрудничество в обработке ОИД. Техническое сотрудничество по новым блокам и новым проектам на новые сроки. Техническое сотрудничество. Техническое сотрудничество. Взаимная выгода по бою ты выиграешь. Техническое сотрудничество. Мы уверены, что будущее сотрудничество будет более расширенным и глубинным при совместных усилиях обоих сторон. Безопасное и эффективное развитие чемсульской ядерной энергетической компании, также развитие атомной энергии предоставляет приятные условия для развития компании и тела атомной энергии в всем мире. В заключение, это перспектив нашего предприятия. Мы не стремимся быть вечером атомной энергии в мире. Цель нашего предприятия – строительство передовой ядерно-энергетической базы, подготовка высококвалифицированной компании «Сантронка». Спасибо за внимание.